В общем, всем привет. Отдаю Алексею то, что ему прислали. Игорь нас кинул. Лежить, готовиться к причастию. Понимаешься, да. Не хочет с нами связываться. Мы же такие грешные, что перед причастием только его в ад затянет. И не выпустим. Будем еще его дрова подкладывать. В общем, Алексей, это тебе тут чуть-чуть положил всякого. Спасибо. Ну, тут футболка, посмотри, там карты. Этот весь кулек мне. Да, весь кулек мне. Супер. А я вчера Игорю не отдал. Класс, спасибо большое. Слушай, конфетки поклав, там футболка тебе, посмотри. Конфеты, знаешь, вообще слабкая. А, я еще принес вот такую штуку. Ой, спасибо большое. Канада это любимая моя страна. Я так мечтаю туда эмигрировать. Ну, вот первый шаг сделан. У меня уже есть футболка. Хоть что-то есть из Канады. Класс. Красиво, да? Да, супер. Супер, супер. Спасибо вам большое. Такая вот красивая. Очень симпатичная, красивая футболочка. Да, да, да. А там еще карты. Буду ходить и представлять, что я уже в Канаде. Будешь медитировать на футболку. Вот это сушеные такие, знаешь, как называется? Это цукаты? Ну, это манго сушеные. Класс. Класс. Класс, спасибо большое. Лесть, вчера угощав тоже ей понравилось. Так. Так, я думаю, что бать его. А вот такие карты. Запечатали? Супер, класс, Торонто. Это, Торонто, это моя мечта. Все, такой город. А оно интересное. Я все, я блогеров смотрю, канадских. Там, про Канаду всякие видео про Торонто тоже. А ты бы хотел уехать, да? Ну, есть такая мечта, но кто меня там ждет? Я думаю, найдутся желающие. Нет, правда, Канада, она одна из самых высокоразвитых стран. И самых молодых, наверное. И на уровне, да. И у них экология на более высоком, несравнима с нашим. То есть, там все чище вода, чище воздух, чище все. Там такие, такая природа красивая. Ну, то, что я видел по видео. И, ну, это мечта. И плюс Торонто, допустим, ну, как и многие другие страны, города. Там очень такое лояльное отношение к эмигрантам. Потому что они все, как вот, лоскутное одеяло. Там живут поляки, там живут из Израиля, там китайцы, там еще кто-то. Там прям кварталы. Да, целыми кварталами большими. Это, ну, такой мегаполис большой. Там, кстати говоря, там многие фильмы, которые показывают нам, вот, Нью-Йорк изображают, снимаются в Торонто. Я так часто об этом слышал. Да, потому что, во-первых, съемки дешевле, во-вторых, очень похоже по небоскребам. Спасибо, вот такие карты прикольные, с видом. Это Торонто, да? Да, вот это Торонто, это башня Сиэн Тауэр, по-моему, их называется. Большая такая. Класс, ну, сейчас не буду распечатывать, меня не сомневаюсь. Это достойное пополнение моей коллекции. Карта? Да, у меня их уже там 35, не помню. А елочных игрушек нема. Да, а вот елочных игрушек что-то канадских нету. Наверное, я так чувствую, на почте кто-то поработал, пока оно дошло. Да, это украл. Ну, знаете, как в анекдоте. Да, спасибо, Дедушка Мороз, там и варежки есть, и шапочка есть, там, не, пальтишко есть, и шапочка есть. А варежки, наверное, работницы. Ну, в общем, мягко говоря, украли. На почте. Это. Так готовят. И це. В 30-х годов нема игрушек, скажешь. Да, жалко. Не, ну я уже, конечно, и на современные согласен, потому что есть современные фигурки. И вообще шары такие красивые. То, что я видел по видео, конечно. Швейте, если шары, вообще игрушки. Да. Не, ну если вдруг кому-нибудь там будет такая возможность, то я буду... Миски по клоу. Ой, все-все-все, да. Ну, там конфетки. Вот это вкусная штука. Попробую ее. Я даже сейчас попробую. Да, ну, знаешь, вот этот заменитель можно есть вместо сахара. Вот вообще просто, мне кажется, что это натуральный, такая вот, как финики. Как вот этот, кто не хочет сладкое есть, именно сахар. Такое полизать и вообще хорошо. Ну, как медовое, такие вкусные. Я кого-то пробовал. Мне когда-то раньше присылали, то уже чуть-чуть. Так что, а Игорь ушел. Ой, спасибо. Я тебе принес, а ты меня влашаешь. Сейчас еще чай с конфетами будет пить. Ой, блин, не могу оттарочить. Ладно. А, блин. Спасибо. Класс. Игорь нас кинул. Лежит, говорит, я готовлюсь спать. Проснулся, говорит, я лежу, у меня готовлюсь к причастию. Что ты готовишься к причастию? Ему на церковь три. Потом лежит, говорит, мне на час церковь, а что ты там, спевка. Какая может быть спевка в церкви? Там у них никогда не было спевок. Я же ходил туда, пел в эту церковь. Я знаю, что там нема никаких спевок. Игорь, когда что-то не хочет, он такой и становится изворотливый. Ага. Я не буду говорить, что он брешет. Хотя это точнее бы, как бы, обозначало его поведение. Но то, что он выкручивается, такая особенность есть. Не поймаешь. Я кушу на сковородке. Ну, сделаешь. Мы все разные. У всех у нас свои достоинства, свои недостатки. Я надеюсь, что Игорь подивится это видео и сделай выводы. Потому что мы уже предложили Игорь, давай мы приедем. Репетиция. Я тоже вчера после спектакля. Там делал трансляцию. Поздно лег. Утром встал. Побежал в душ. Тут приехал на репетицию. У меня тоже ни голоса, ни сил ничего не мог. Я говорю, давай мы приедем уже к тебе с Алексеем. После репетиции. Привезем. Да я к часу должен быть в церкви. Мы очень все. Вот и будет другое время. Давайте после. После я уезжаю. Завтра утром я точно буду. Завтра утром, а вечером у нас спектакль. А у него утром Золушка. Так что приходите. Да, кстати, завтра Золушка с утра. Это получается число 8 часов. Там же Белла не будет. У меня не будет. Я буду вечером в 6 часов. Алексей тоже в 6 часов. Завтра, 18 числа, играем в свадьбе Фигара. В 6 часов в Днепропетровском театре. Так что если у кого есть желание и возможность, то приходите. Можно потом даже зайти за кулисы. Можно между первым антрактом и вторым вот этим зайти за кулисы. Не обязательно ждать конца спектакля. Если вдруг кто-то уезжает, хочет увидеться. Можно зайти в антракт и зайти в дверку, которая вот если смотришь на сцену, надо выйти вправо, то есть влево и повернуть направо. Вот из зала выходите влево и поворачиваете направо, и там дверка. И там можно зайти и спросить. Игорь, туда-сюда уйти как собака от Блох. Когда не хочет, ты его не заставишь. Найде 100 причин. Уже говорю, давай мы приедем. Ой, ну да, приезжайте в церковь, я буду стоять в церкви. Что ты будешь там стоять? Я буду в час. Так еще до часу сколько времени приедешь в театр, отсюда поедешь в церковь? Не хочешь. Я не хочу пятерку лишнюю тратьяну. Давай я тебе пятерку дам. Ага, нет. Ну я просто хочу отдохнуть. Ну ты понимаешь, это так? А, вот так и надо казать, что хочешь отдохнуть, Игорь. Я психанду не став разговариваю. Ну а что? Там сусики красивые у него в лесу, дикие родились собаки. Я хочу тоже их посмотреть. Поехать. Супер. Какая-то гурага. Такая манга. Так что все, Алексей отдал, спасибо огромное. Я вчера специально Игорем шел, Игорь, говорю, я хочу вам вдвоем с Алексеем отдать подарки, те, что передали. Ну сразу отдать, потом. Ну, в общем, Игорь, тебя тоже ждет. Вот это я тут оставлю, потому что я уеду. У Игоря тоже ждут конфеты, футболка и там белок ему. Ну, так что, ты вот это закройте, поэтому туда все эти настройки. У нас там заводчик есть, место для... Там целый склад. Люди спрашивают, что у вас раковина в шкафу спрятана, потому что это гримерка. Это специальное место такое, где можно грим смыть. Тут некоторые люди ноты хранят, но мы там храним наши запасы. Зима долго, у нас там чайок, там и нотли. Чайничек, можно чайник поставить тоже? Хочешь? Угу. Ну, сейчас вспомню, сейчас сыгаю чуть-чуть, если вспомню. Уже 100-летний град, это Тусен. Тусен, голубой путь. Нет, голубой час. Голубой путь. Тусен. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»